Итак, на прошлых занятиях мы пытались идти по пути снизу вверх, так сказать, по индуктивному пути. Начиная с самого низа, начиная с самых их телесных проявлений, мы взошли к душе, затем взошли к уму и затем попытались рассмотреть, можем ли мы как-то прийти к единому. Но помимо этого пути есть также и другой путь, путь сверху вниз, так сказать, дедуктивный путь. Дедуктивный, индуктивный, не совсем в современном понимании, но на самом деле первичный смысл этих слов скорее был именно таков. Вот зачем нам необходимо два пути? Эти пути, они как бы являются контрольными друг по отношению друг к другу. Если мы будем идти по одному пути, то там будет масса каких-то трудностей, масса каких-то провалов, скачков. В другом пути тоже возникает масса проблем, но если мы как бы наложим эти два пути друг на друга, то они будут покрывать в значительной степени сложности, которые существуют на другом пути. И таким образом в целом мы можем так или иначе пробраться в то место, которое нам нужно. Помимо этого, на таком пути сверху вниз мы тоже можем обнаружить массу интересных вещей, которые могут быть важны для понимания того, что такое душа, что такое ум в том числе, и человеческая душа, и человеческий ум. Потому что высшая единая, ум и душа, вот эти три ипостаси, они тоже создают какую-то определенную модель мышления и человеческой души тоже. Потому что в человеческой душе отражаются вот те процессы, которые происходят в высших ипостасях. И там возникает масса интересных ситуаций именно с точки зрения психологии, с точки зрения рассмотрения каких-то проблем, которые стоят перед нами. Даже может быть каких-то прагматических вопросов. Итак, предположим, что мы все-таки пришли. Вот этот вот высший пункт, который называется единое. Причем условно называется единое, потому что все предикаты, любые предикаты, которые мы даем этой инстанции, это предикаты, которые с нашей точки зрения, по отношению к каким-то действиям этого на нас. Например, если мы это называем благом с большой буквы, то не значит, что это благо само по себе. Оно благо для нас. Мы как бы величаем его так. Но ни в коем случае благо не является выражением сущности этой инстанции, этой ипостаси. Точно так же единое, это в общем-то тоже, ну, говоря единое, мы по сути дела говорим, что это немногое. Вот как, что такое это единое? Как мы, люди, в состоянии мыслить единое? И зачем, собственно говоря, нам вообще его мыслить? Мыслить его невероятно трудно. Для того, чтобы его помыслить, Платин изобретает даже такой особый способ, который называется апофатический способ. Есть способ катафатический, сказывание о божестве, Есть способ апофатический, то есть способ негативный. Есть позитивная, так сказать, теология и негативная теология. Позитивная теология, это, ну, говоря попросту, это теология, которая строится в виде фраз типа «Бог есть то-то». А негативная теология, она строится на фразах типа «Бог не есть то-то». Например, говоря, что Бог есть единое, мы используем формально катафатический способ изъяснения. Хотя на самом деле это не катафатический, потому что единое это здесь синоним не многого. Говоря, что единый, мы фактически говорим, что Бог не есть многое. И вот таким образом мы можем сказать, что Бог не есть рожденный, Бог не есть смертный и тому подобное. И вот эти апофатические суждения, они более точны, как катафатические, потому что любое катафатическое суждение это метафора. Если мы говорим, что Бог есть лев, если мы говорим, что Бог есть царь, мы что тем самым говорим? Что у нас в нашей человеческой реальности существуют такие объекты, как Бог или царь. А вот если мы вообразим себе такого супер-бога или самого такого крутого льва, самого крутого силача, то вот Бог этим и будет. Но такой способ скорее может ввести нас в заблуждение. Что какой-то наивный человек может действительно подумать, что Бог это царь. Или там, что Бог это лев. Но как же можно говорить о каком-то объекте, если мы используем апофатическую теологию? Здесь возникает некая логическая трудность. Есть требование логическое, согласно которому никакое определение не может базироваться исключительно только на негативных предикатах. То есть мы можем использовать негативные предикаты в совокупности с позитивными предикатами. Но если, предположим, меня спросят, кто такая мурка? Я скажу, мурка не крокодил, мурка не бык, мурка не... Это я могу так очень долго говорить. Но сколько... Несмотря на то, что я буду тысячу отрицательных таких определений дам, вы так и не поймете, кто такая мурка. А если я скажу, что мурка это кошка, то сразу понятно, о чем идет речь. Но вот эти вот негативные предикаты, они как бы... Они нам не дают... То есть нужно, пользуясь негативными предикатами, мы никогда не дойдем до существа. До сущности предмета, который мы описываем. Но мы можем избавиться от множества различных дурных привычек. Мы можем, по крайней мере, понять, что вот так не следует мыслить об этом объекте. Это первый момент. А второй момент заключается в том, что эти все негативные определения, они строятся так, довольно-таки хитро. Если мы, скажем, их построим по линии, то мы действительно можем очень долго длить эти определения. Но мы можем их выстраивать как бы в виде некого круга. Если мы говорим, что Бог не такой-то, Бог не такой-то, Бог не такой-то и так далее, и замыкаем этот круг. То мы таким образом преодолеваем вот этот запрет формальной логики. Мы негативно описали, тем не менее, вот этот самый объект. И таким образом получается, что внутри есть некоторые вещи, о которых мы не говорили фактически. Но тем не менее, мы сможем получить какое-то представление об этой вещи. Другой момент, который тоже очень активно использует латин, это то, что он пользуется для определения единого местоимениями. Вообще, местоимения играют огромную роль в греческой философии. У нас просто на русский язык мы переводим, как бы не сомневаясь, слова местоимения, вот какими-то существительными определенными. Даже если мы возьмем текст такого формально-логического философа, как Аристотель, то мы там увидим, что он постоянно употребляет такие слова, как где, куда, сколько, то, это, туда, сюда и тому подобное. И все они у него являются очень сильно нагруженными. А мы это все переводим как цель, средство, качество, количество. Но вообще-то есть очень существенный момент. Одно дело сказать, что это зачем, или это куда, а другое дело сказать, что это там цель, или средство, или место, или время, или еще что-то. Это как бы мы здесь осуществляем такую очень важную подмену, потому что это очень важный момент. Вот эту инстанцию, мы можем, если уж называть ее точно, то можно просто сказать, а оно, вот оно. И это очень важный момент, потому что когда мы называем что-то именем, то мы на самом деле уменьшаем возможности этого существа. Мы, ну скажем, к примеру, мы видим человека, но если мы дадим ему имя, укажем его должность, из какого там он рода и племени, какое его отчество и так далее, мы его как бы привяжем куда-то. Он станет просто каким-то представителем той или иной профессии, или того или иного рода. В то время как мы, вот первую субстанцию, они, даже у Аристотеля, можно сказать это. Вот мы говорим, это Сократ, вот здесь это, это как раз первая субстанция, а Сократ это уже какое-то наименование. А вдруг это не Сократ, и вообще важно ли это, что он там Сократ. Вот это такой очень важный момент, который можно использовать, ну в виде такой практики. Вот мы привыкли к тому, что мы живем в мире, там чашек, ложек, что мы находимся дома или на улице. А вот можно в качестве такой игры платим человек, который ценит игру и любит играть. А давайте сделаем такой интеллектуальный, давайте запретим все эти слова и будем говорить слова только это, вверху, внизу, туда, сюда и так далее. Вот вроде бы создастся масса каких-то проблем, но вместе с тем мы окажемся, ну как бы, немножко в другом мире. Вот представьте себе, что мы будем говорить не чашка, а эту. И вот уже чашка, она потеряет вот эту свою вписанность в какие-то практики. А что-то мы начнем понимать эту чашку как-то немножко иначе. Мы вдруг увидим в этой чашке что-то такое, что мы ранее не видели. Или здесь, там. Вот платин, когда говорит о мире нашем человеческом и мире небесном, он тоже употребляет указательные местоимения. Он говорит, здесь и там. Он не говорит, что вот есть какое-то занебесье. Есть как что-то... Потому что это, ну, у человека рождает ложное понимание. Мы действительно можем представить, что у Платона на небе идеи. Или действительно за небом идеи находятся. Но они не находятся за небом, они находятся там. А мы находимся здесь. Вот это важно понять, что мы как бы живем не в доме, не на планете Земля, в Солнечной системе и так далее. А вот осознать вот нашу уникальную точку размещения. Мы в данный момент находимся здесь. А помимо здесь есть еще и какой-то там. Вот это вот вообще очень интересная вещь, потому что в современной лингвистике, ну, в современной в смысле 20-21 века, в философии очень большое внимание уделяется подобного... Опять стало удивляться большое внимание таким словам. Вот в 19 веке у филологов и лингвистов было такое мнение, что вот местоимение – это как бы наиболее примитивные слова. Вот есть какой-то там дикий дикарь, он тычет пальцем куда-то и говорит, во, оно, вот. А мы, культурные люди, мы говорим, что это там кошка, которая породы такой-то, что она такие-то призы взяла на каком-то соревновании. Но штука в том, что как раз наоборот, что вот эти вот, эта система местоимений – это сложная штука. Как раз ребенок гораздо легче усваивает свое имя, чем усваивает эту странную игру с тем, что стали называть лингвисты шифтерами. Когда я говорю, и вдруг другой человек говорит, и он тоже я. И ребенок возмущается. Ну если я – это я, то почему ты – это я? Ну как это так? Как назвать то ты, то я? Совершенно непонятно. Или себе в третьем лице говорит, или говорит, называет себя по имени, там, он хочет и так далее. Хотя какие-то определенные, определенное понимание, что в местоимениях есть что-то, что вовсе не свидетельствует о том, что местоимение – это не просто что-то вместо имени. Что вот мы говорим, там, Петя, Вася в первом предложении, а во втором предложении говорим он, просто, чтобы стилистически не повторять одни и те же слова. А если мы называем, там, ну предположим, жена, муж изменил жене, и вот жена очень часто будет называть эту женщину, с которой муж изменил, не по имени, а эта, или она, или, или там слово «мы». Вот есть такое «мы-чувство», «верфюлинг», на которое немецкие психологи в конце 19 века обратили внимание. Одно дело сказать «рабочие», ну «рабочие» и «рабочие», а другое сказать «мы рабочие», «мы голодные». И вот здесь появляется что-то, что не охватывается словом «рабочие». Получается вот что-то, что гораздо больше, что ведет нас на баррикады, заставляет очень глубоко переживать тот, ну, по сути дела, банальный факт, что мы голодные. Вот как бы такую игру предлагает Платин, говоря о таких важных вещах, вещах при помощи местоимений. Точно так же и апофатическая теология, она имеет и свои прагматические аспекты, свои психологические аспекты. Вот эта вещь, которая нам дается очень тяжело. Как нам мыслить отсутствие? Как нам мыслить вот что-то, чего нет? Вот, например, на столе лежит чашка. Это важно. Вот она, это факт. А если я возьму и скажу, что на столе нет крокодила, то все очень сильно удивятся. А вообще, какой смысл вести речь о том, чего нет? Хотя, с другой стороны, вот если мы зашли в кафе и видим, что там есть Иван, но нет Петра. То, что есть Иван, это как бы факт, а то, что нет Петра, это, ну, что-то вроде бы неважное. Но если мы искали именно Петра, то в таком случае, и зашли в кафе, то мы, то в таком случае, то, что там нет Петра, это как раз важно. А то, что есть Иван, это совершенно не важно. Если любимый человек отсутствует, то присутствие огромного количества человека, оно никак нам не заменит отсутствие отсутствие любимого человека. Вот, начиная с плотина, очень активно развивается такая негативная философия. Она и в схоластике разрабатывается, и разрабатывается в православной мысли было такое течение очень интересное и в сихазум. И потом в немецкой философии, причем в немецкой философии, она очень по-разному разрабатывалась, в немецкой мистике, такой постсхоластической немецкой мистики, потом в немецкой классической философии. Вот система Гегеля, она построена на принятии нет, на принятии ничто в философскую систему. Гегель показывает, что ничто, отрицание, Это невероятно важная часть, невероятно важная конститутивная часть для всей системы. А Шеллинг вообще приходит к выводу, что существует какой-то провал, существует какой-то обгрунд в основе всего. Какой-то нет, оно вообще лежит в основе всего. Вот это такой очень важный момент в мире видеть не только, что вот есть, что вот передо мной лежат книжки, мониторы и тому подобное, но видеть то, что нет и понимать, как это нет влияет. И вот это вот единое его, если как бы говорить в категориях есть или нет, оно скорее нет, чем оно есть. Но тем не менее это его нет, оно является фундаментальным для всего остального. Ну и это как бы можно даже в таком прагматическом аспекте рассматривать. Когда я говорил об Аристотеле, я уже ссылался на такую неоаристотелиантку, неотомистку Фрэнсис Вуд, которая придумала очень такой забавный эксперимент про толстяка и вагонетки. Вот я повторю эту вещь. Мне кажется, это очень такой важный, интересный момент, о котором стоит не забывать, что люди, которые тестировали граждан России, обнаруживали, что граждане России очень легко решают эту проблему в вагонетке. Напомню, в чем проблема в вагонетки. Вот есть вагонетка, которая мчит по рельсам, есть раздвоение рельсов. На одних рельсах привязан толстяк к рельсам, на других 5 человек, 5, допустим, октября. Вот куда направить вагонетку? И вот россияне, они очень изящно и элегантно, как им кажется, решают эту проблему. Они говорят, я просто ничего не буду делать. Вот я ничего не буду делать, а стало быть, не будет никаких последствий. Ничего не делать, это, ну как бы, это очень такая хорошая позиция, потому что она никакого онтологического веса ничего не делать не имеет. И вот это вот, вот это очень, очень, вот это такой подход, он постоянно проявляется в том, что, допустим, мы можем сказать, что мы не ходили на выборы, мы не голосовали за Путина. Или, скажем, через границу России, Бог проезжает, а пограничники в этот момент дружно отвернулись почему-то и не смотрят. Они ничего не сделали. Поэтому можно ли их считать виновными в том, что далее происходит? Вот, вот, и при этом самое забавное, что как раз многие русские философы как раз говорят, что русская мысль, она базируется на вот тех людях, которые являются последователями Плотина. На неоплатонике Дионисия Ариапагите, вот у нас это как бы на знамя поднимается Дионисия Ариапагит, и такой поздний средневековый мыслитель Палама, или Палама его иногда называют, основатель Исихазма, который тоже, ну фактически, очень активно использовал платонические, неоплатонические, платиновские ходы мысли, когда он спорил с, устанавливал вот это вот свое, Эдия Ариапагит, но при этом, то есть как бы, а вот Фома Аквинский, скажем, он такой схоласт. Но на самом деле Фома Аквинский понимал Дионисия Ариапагита и понимал Плотину, куда гораздо в большей степени, в гораздо большей степени был последователем Плотина и Дионисия Ариапагита, чем можно назвать последовательницей русской культуры. Ну, собственно говоря, это немножко удалился, но чтобы показать, насколько вообще вот эти проблемы, которые кажутся, ну, несколько абстрактными, отвлеченными, какую историческую и какую актуальную культурную ценность они имеют. Хотя это, конечно, отдельный разговор, я просто такой небольшой отход в сторону сделал. Итак, что же, как же таким образом мы можем мыслить это самое единое, если нет никаких возможностей определить его? Оно мыслится, во-первых, если мы будем идти по негативному пути, мы увидим очень много таких иностранных вещей. Скажем, мы можем задать такой вопрос. Душа мыслит, потому что она причастна уму. Ум мыслит. Ум осознает себя. И душа через ум тоже может познать себя. А единое, оно мыслит, а единое, оно может познать самого себя. У единого есть самосознание. И вот ответ плотина, совершенно как бы такой 100% с полной уверенностью, можно сказать, что на этот вопрос нужно отвечать нет. Есть ли память в едином? Опять-таки, получается, что нет. Вот такие выводы, они способны поставить в тупик человека. Причем самих слушателей плотины. Прямо когда читаешь плотины, слышишь возмущенные, возмущенные возгласы. Как это? Вот плотин пишет. Вот он пишет, что там единое не осознает себя, единое не мыслит вообще, не чувствует, у него нет памяти. И дальше, как это? Вот прям у плотина тексты очень такие живые. Они очень тесно связаны с его коммуникацией. И очень многие особенности текста объясняются тем, что они, ну как бы, очень по таким живым следам записаны. Просто чувствуешь, что это драматургия, чувствуешь, что слушатель плотина вскакивает и говорит, как это? Вот действительно, если не имеет некое существо таких важных вещей, таких фундаментально важных для них вещей, для нас вещей, то как можно считать это существо чем-то божественным, чем-то высоким и так далее? И это очень такой интересный момент. Плотин, говоря о едином, потом говоря о уме, говоря о душе, по сути дела, представляет вот некие альтернативные антологические модели. Альтернативные модели времени, памяти, пространства и тому подобное. И это само по себе крайне интересно. Вот даже если мы не будем, не поверим плотину в том, что реальность действительно так устроена, что действительно где-то есть это единое, что действительно там души движут луной и все такое прочее, мы же это знаем, как устроена Вселенная. Тем не менее, это вот некие такие интересные альтернативные модели. А может ли быть вот какое-то другое пространство? Может ли другая быть система не только пространственная, но этическая? Потому что у плотина все эти туда-сюда и тому прочее, они этически заряжены. Сдвинуться отсюда туда, это фактически некое внутреннее этическое измерение. Оно не значит, что мы куда-то переходим физически. Вот такие вот альтернативные модели очень интересно поиграть. Можно, ну как бы, опять-таки, использовать в качестве такого тренинга. Вот мы находимся в такой-то ситуации, вот такие-то у нас привычные обстоятельства в нашей жизни. И мы очень часто входим в какие-то тупики и не можем из них выбраться. Постоянно какие-то проблемы перед нами возникают и возникают совершенно стереотипные. А вот почему бы и не поиграть, почему бы не попробовать представить себе иное пространство или время, в котором действуют совершенно иные ценности. Вот мы живем в некотором мире материальном, в котором есть вот какие-то характеристики нам привычные. И вот плотин с удивительной легкостью их, ну, обесценивает. Ну, мы, например, привыкли, что, ну, это условие материального мира такое, что какое-то место занимает только один твердый предмет. Нельзя в это же место положить еще один предмет. Если у нас на тарелке лежит один кусок торта, мы не можем в этот кусок положить еще второй, а тем более целый торт. Но что нам это сделать запрещают? Вот можем ли мы такой фантастический рассказ, такой фантастический мир сочинить, в котором в одном куске торта находится другой кусок торта, и более того, весь, в одной части торта находится весь торт. Почему бы, собственно говоря, нет, почему бы не поиграть в такого рода игру? И вот когда говорит об уме, плотин, он как раз и говорит, что даже не только, это характерно не только для ума, но и для души, что в одной ничтожно маленькой, в одной, ну, имеющей нулевую протяженность кусочки души, и в каждом элементе ума содержится невероятно многое, содержится все. В каждом кусочке торта там содержится весь торт. Но по большому счету это вообще-то и есть так. То есть метафорически нам может быть даже это понятно. Если мы съели один кусок, то мы получаем какое-то представление обо всем. А здесь мы берем одну идею, вот что такое идея. Вот такая вещь, которая очень трудно постичь, когда мы изучаем Платона, изучаем постплатоновскую философию. Это главное такое, главное понятие Платона, тем не менее, не совсем понятно. Мы как бы его мыслим по локовскому типу, как идея, это что-то обедняющее вещь. Вот есть торт, а есть идея торта, но идея торта не наешься. Это просто некая как бы образ, который существует у нас в голове. А как раз здесь наоборот. Вот идея это то, что в себе может содержать. Множество своих вариантов и множество других совершенно вещей. Мы смотрим на одну идею и мы видим в этой идее очень много чего, а потенциально видим все. Душа непротяженно, но тем не менее, вот, то есть, размер души нулевой. Но можно ли сказать, что душа, кто, ну кто, ну такой вопрос, а кто больше, душа или тело? Если у нас тело, допустим, метр шестьдесят пять, вес, допустим, семьдесят килограмм, а у души ноль килограмм и ноль нулевой рост. Кто больше? Вот штука в том, что душа, будучи невероятно маленькой, она ухитряется, например, быть во всех кусочках тела. То есть, душа может чувствовать боль в пальце ноги и в то же самое время чувствовать боль в пальце руки. Причем и там, и там она не находится частично. Нельзя сказать, что в ноге у нас находится такая ножная часть души, а в руке у нас находится такая ручная часть души. И в кончике пальца ноги, и в кончике пальца руки у нас находится душа вся целиком. То есть получается, что здесь какие-то такие объекты четырехмерные. То есть они в нашем трехмерном мире выглядят очень компактно, но в такой четырехмерной развертке они оказываются такими, что охватывают собой все. Не душа существует в теле, говорит Платин, а наоборот, тело существует в душе. Если бы тело каким-то образом высунулось из вот этой территории души, то это было бы довольно-таки фатально для тела. И вот здесь такой очень любопытный момент. Фактически нам предлагается некий мир, который вызывает у нас некое отторжение. Но это отторжение является очень ярким свидетельством нашего психологического сопротивления. Это как раз свидетельство того, что мы погрязли в каких-то таких наших замыкающихся на себя проблем, привыкли к какому-то воспроизведению невротического непродуктивного поведения. И здесь как бы Платин таким шоковым методом действует. А давайте помыслим себе принципиально иную ситуацию. Вот удивительная вещь, что человек бегает, страдает и так далее. Ему вдруг предлагают такую штуку. А давай ты попадешь в рай. А давай ты попадешь в рай. В раю все есть. Это такой супер-супермаркет. Но стоит ли в этом супермаркете оказаться? Вот как один из персонажей Райкина говорил, что дефицит это очень важная вещь. Потому что дефицит заставляет нас действовать, заставляет, дает нам смысл жизни. Дает нам нашу социальную позицию. Вот ты товаровед, ты товаровед. Я тебя уважаю, ты меня уважаешь. А если приходишь, например, в коммунистический супермаркет, а там есть все. Говоришь, вот есть там такие штаны? Тебе говорят, есть. А есть штаны с такими пуговками? Есть. А можно два, пожалуйста, два. И все. И жизнь становится бессмысленной. Потому что ни к чему стремиться, нет никаких ценностей. Нет твоей ценности. Потому что выходишь, ты товаровед, а на тебя все пилюют, как говорит Райкин. Вот что делать в этом самом раю? И причем это вечность будет. Стоит ли нам поменять вот этот вот, то есть поменять вот эту нашу жизнь какого-нибудь там вудяленовского невротика на жизнь блаженного, который видит Бога и который вот должен теперь вот непрерывно там петь аллилуйю с утра до ночи, как какие-нибудь китайские марксисты восхваляют непрерывно Мао Цзэдун. Скучно этим заниматься. Есть такая поэтесса Анна Горенко, израильская, вернее была, она умерла, когда ей было 27 лет. У нее есть такая совершенно замечательная фраза, стихотворение. Я с тобою к жизни вечной и к бессмертию привык. Вот хорошо ли это жизнь вечная и бессмертия? Или к нему нужно привыкать? Вот здесь я с тобою. Вот это очень такой важный момент. Вот есть ли какие-то такие вещи, которые могут быть вечными? Какие-то предметы, какие-то люди, с которыми мы можем быть вечными, с которыми мы не хотим расставаться никогда. Вот это такой тоже интересный парадокс о границах человека. Вот здесь у нас есть границы. Это замечательно, что у нас есть границы. Это очень сильно нам помогает в этом мире. А в том мире не будет границ. И вот здесь возникает вопрос, ну как это не будет? В таком случае мы потеряем индивидуальность. Наша индивидуальность базируется на наших границах. Если эти границы стереть, что с нами будет? Можем ли мы отказаться от наших границ? Но когда люди влюбленные, у них как раз стираются границы. Они как раз испытывают некий такой трансгрессивный опыт, такой экстремальный опыт, когда вот есть такой образ в любовной лирике или в любовной прозе, когда говорится, что когда возлюбленные говорят, что они хотят быть одним телом. Они хотят, чтобы между ними исчезли все возможные препоны, которые их разделяют, и чтобы они превратились в одно тело. Ну и такой менее экстремальный опыт, который мы можем испытать. Когда мы представляем команду, когда мы испытываем симпатию, дружба, какие-то там совместные действия, мы вдруг испытываем некий такой опыт, когда мы перестаем чувствовать четко границы, которые конституируются на самом деле, которые мы культурно и психологически очень с большим трудом выстраиваем, некую такую нашу скорлупу. И вдруг в этом опыте совместного боления, когда мы вместе приходим на стадион, мы вдруг чувствуем, что эти границы очень сильно размываются, что теряется чувство, что вот это моя рука, это твоя рука. Мы в какой-то толпе, в экстазе, мы как бы вдавливаемся друг в друга. Мы не чувствуем, вот если мы в метро, скажем, прикасаемся к телу другому человеку, мы можем испытывать такие очень резкие-резкие негативные эмоции. А здесь мы чувствуем, что происходит размытие этих границ, но тем не менее мы получаем какой-то позитивный опыт. Вот такой вопрос нам задает Платим. Это действительно всегда хорошо? Вот в нашем мире это хорошо, это еще здорово, что у нас есть такая скорлупа, что мы как черепахи тащим какие-то вещи. Но действительно ли это непременное условие нашей идентичности? Что это всегда благо? И что если мы устраняем материальные условия, которые разделяют одну душу от другой, то в таком случае произойдет какая-то катастрофа. Мы потеряем нашу личность безвозвратно, потеряем нашу идентичность, станем просто каплей в таком общем море. Или же наоборот. Вот если я действительно личность, то тот факт, что я потеряю там паспорт, потеряю там какие-то другие вот средства идентификации, средства отделения меня от других людей, утратится ли действительно ядро моей личности? Или я смогу дальше плыть в этом море, сохраняя какое-то свое ядро? Но при этом не имея границ, которые мы здесь постоянно испытываем. Но в принципе это довольно-таки важно, чтобы мыслим мы, переживаем мы. это важно, чтобы это мы сохранялось. Но отсутствие границ ставит перед нами какую-то более серьезную задачу. Вот как мне в отсутствии границ, не опираясь на какие-то внешние моменты, формировали некое новое единство, некое новое самотождество, которое, ну, куда гораздо круче, чем та личность, которой мы пользуемся сейчас. Вот такую цитату, цитата из самого плотина. Мысли чего-то другого, вопросительный знак, это вот как бы спрашивает его собеседник, а кто будет мыслить? Вот здесь мысли я, а что это за мысль, если я попаду в эту душу? Но ведь необходимо, чтобы каждый был сам собой, чтобы наши действия и мысли были именно нашими. Чтобы действия наши, плохие и хорошие, исходили именно от нас. Именно мы совершаем какие-то действия, за которые, за какие-то заслуги, или которых мы порицаем, мы порицаем. Если мы это уберем, то это действительно было бы катастрофой, если бы мы стали вот какими-то элементами стада. Если бы мы просто превратились вот в вот эту самую толпу, о которой я говорю. Это действительно негативное явление, потому что мы утрачиваем там личность. Но вот можем ли мы себе вообразить некую такую толпу, в которой мы личность не утрачиваем, а наоборот сохраняем. И у плотина есть такой очень интересный образ. Я вот даже просто зачитаю статуи с плотина. Он очень эффектно описывает. Мы просто не осознаем нашего единства, потому что глядим вовне существа, от которого зависим. То есть вот вы, наша душа, она соприкасается с материальным миром, мы смотрим вовне. А в материальном мире много разных интересных вещей. Лошади, собаки и так далее. И мы в какой-то уникальной ситуации находимся. И мы как бы погружены в нее. И мы совершенно забыли, что с другой стороны мы соединены с чем-то единым. И дальше продолжает плотин. Все мы как одна многоликая голова. Хотя все ее лица обращены вовне, сама она образует внутреннее единство под одним теменем. А вот если кто обернется, вот обернется как бы, вот обернется как бы не так, что вот повернет свою голову, а обернется внутрь себя, как бы вывернется, увидит, что по ту сторону у моего лица происходит. Или по счастью, ну так случится, такой счастливый случай произойдет, что его ухватит за кудри и обернет сама Афина, тогда он узрит одновременно Бога, себя самого и весь ему постигаемый мир. Дальше. А за неимением рамок, чтобы ограничивать себя и говорить, я досюда, перестаю там вычленять себя из целого существа. То есть я не теряю себя, я просто теряю вот эту границу. Я прекращаю говорить, я досюда. Хорошо это или плохо? Это вот об этом как бы, ну, Платин предлагает поразмыслить. Если мы говорим, что это плохо, это свидетельство о том, что вот у нас какие-то негативные ценности, что мы погружены в этот материальный мир и постоянно нас будут преследовать и преследовать какие-то проблемы, парадоксов, в которые мы погружены из того, что наша душа перепутана, что наша душа загрязнена вот этим материальным миром. Так, ну, собственно говоря, мы только здесь очертили какие-то моменты, связанные с единым. Дальше мы продолжим говорить о том, каким образом из единого происходят другие ипостаси, и как описывают Платин другие ипостаси. А на этом мы закончим наш сегодняшний разговор. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!